Итак, мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. Меня зовут Олег Алабудовин. Как вы помните, мы переходим к поясничному отделу. Пояснично-крестцовый отдел идет переход, тут часто бывают проблемки, бывают позвонки повернуты, ротированы либо влево, либо вправо. Давайте общую картину сделаем, как мы сначала растягиваем позвоночник в поясничном отделе. Для этого крест-на-крестунки раскачиваем, я подробно на этом буду смотреть, мы уже говорили, да, раскачиваем до предела, когда ловим предел, вторая рука только придерживают противоположные ребра, чтобы он не полз. И в этот момент на выдохе, выдох, делаем мобилизацию. И так же в другую сторону. Уже можем в этот момент услышать хруст, тракцию вот в этом отделе. Далее, если нам не хватило разминки, ну классическая массажная, да, и миру фасциально, то есть мы туда вот залезли там, исправить, да, но не хватает, все-таки зажатого еще больше, да, тогда мы его раскрепощаем таким способом. Вот, встань, пожалуйста, на колени, в позу собаки, так скажем. Вот, тут главное, чтобы перемогл был коленей в стол, да. Теперь немножко можно подышать, когда ты выдыхаешь, твой живот пускается вниз, я тебе помогаю, как бы вот ниже, вот-вот-вот еще. На видео это может быть не совсем заметно, но вот у него реально поясница все ниже, ниже, ниже пускается, вот. Вот, а теперь на вдохе ты ее округляешь вверх. Выдох. Вот. Кстати, этот прием можно использовать для самостоятельной практики. Вот вы, например, там устали, да, перетрудились, встали в такую позу дома и сами себя вот так вот... Расслабить поясницу. Подышали, да, она уже расслабится. Там дальше приема есть еще со столом, но это сейчас нас не касается. Вот, расслабили. Теперь все, выдыхай. И на месте оставляем таз с коленями, да, а вперед ползи руками. Ползи, ползи прям прогибайся, ложись на стол. Вот, мы ему помогаем, держим его крестец с большим упором, а второй рукой вот эти мышцы мы продолжаем растягивать, помогая ему делать тракцию. Вообще класс, вот это да. Если можно даже прохрустеть тут вот. Один раз уже было, второй раз. Главное, чтоб человек дышал. Дышишь нормально? Да, да, да. Вот, растянули. Немножко удвиживать и постучать в эту зону, чтобы еще больше они расслабились. Вот, теперь пациент ложится обратно, ложись на стол. Следующий прием. Секретная, так скажем, разработка с помощью ремня. Вот, для этого мы продеваем ремень под ним. Вот так вот, да, симметрично. Под подвздошные кости, чтобы вот на них он держится, да. Вот, сам не поднимай таз, расслабься полностью. Дышишь спокойно, расслабляешься. И помните, мы делали вот эти вот восьмерки с шеей, например, да, вот такие вот. Тут мы можем, в принципе, руками поднять его, потрясти, да. Но гораздо удобнее это сделать с ремнем. Подняли, растрясли его. И он потом полностью расслаблен. Можно еще сделать вот такой прием. Зацепили одной рукой. Ну, это, естественно, только сильный человек сможет сделать. Или, ну, чтобы пациент был гораздо легче вас. Чтобы вы его могли поднять. Вот, и подняли, и опять поясничку ему растягивать. Тоже в этот момент может быть хруст. Следующий прием. Мы берем ногу одну, ну, держать шуком, выше колена, чтобы колено не передавливать. Берем ее, так скажем, на бицепс, на свой, да, и раскачиваем. А эту рукой щупаем. В каком месте у него там проблемка, в каком месте у него зажато что-то. Проверяем. Упираемся потом вот в эти косточки, которые я говорил. Где вот дырочка такая, точка. Есть, да, сверху надень идет вот эта кость подвздошная. Вот в нее мы упираемся. Ногу заводим, соответственно, в противоположную сторону. Вот и потом, вот таким, ну, сначала опять же все приемы раскачивали делаем. Это мы раскрепощаем снятие блоков пояснично-подвздошном соединении. Вот так вот здесь расположены. Здесь тоже может быть хруст. То же самое проделаем с другой ногой. Если, честно говоря, пациент достаточно тяжелый, у нас попался, попробуем две ноги захватить. Расслабься. И обойми ногами то же самое делаем. Ну, можно поясницу ему тоже вот так вот продавить. Если, следующий прием, если надо все-таки повернуть позвонки, ротированное, да, то можно сделать упор еще и в позвоночник. Вспоминайте, что мы для этого делали. Если, например, позвонки, ну, сколиоз правосторонний, то есть вот в эту сторону ушли, да? Да, заседает. Да, то мы должны давить в эту сторону, а с этой стороны растянуть. Да. Немножко повернуть сюда по тазу. Вот помогаем ему ноги растянуть вот так. Он уже, видите, чуть-чуть скривился вот здесь, с этой стороны. И вот эту ногу, соответственно, тянем еще больше, упираемся уже в позвоночник. Прямо в асистые отростки. С таким покачиванием, дошли до предела и потом раз, 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 продавили ему позвоночник. Так. Еще очень хорошо вот это место расслабить, если мы ляжем на спину. Переворачивайся, пожалуйста. Поясничный крестцовый сочинение. Расслабляйся полностью, полностью расслабляйся. Ноги повесь. Вот, даем ему понять, насколько нужно расслабиться. Подняли ноги выше. Нужно себя его притянуть. Это вот с мобилизацией можно сделать вот так вот. Захватить ноги подмышками. Потрясли его. И подняли примерно под 45 градусов его ноги, да? И вот такие мелкие, легкие покачивания, натягивая на себя пациента. Он должен со временем почувствовать расслабление в поясничном крестцовом переходе. Медленно опускаем ноги. Чувствуешь расслабление? Так, подвинься пару раз назад. Так, чуть-чуть. Несем ноги, все. Так, в следующем видеоролике мы расскажем отдельный случай, когда у нас смещен крестец и тазовые кости будут подвинуты. Сейчас отработаем вот эти моменты. Если вы нас смотрите по видео, нажимайте следующий видеоролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и переходите на наши тренинги. Субтитры сделал DimaTorzok